Увеличь шанс в бесплатном розыгрыше и выиграй танк! Ссылка в описании! На ватшоп залетай! И друзей приглашай! Проще, чем арту отыскать! Джекпот каждый может сорвать! Рекомендуем мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Всем здарова, друзья! С вами Маракаси. Сегодня мы будем лицезреть бой на танке Ру-251 на карте Редшер. Игрок решает занять вот такую вот позицию, немножечко рискованную, но зато тут, в принципе, можно нанести неплохой урон в начале боя и подсветить противников. Ну и повезло, что враги сами подставляются тут, ну и, конечно, Ру реализовывает свой ДПМ и точность. Наносит урон этому Т-34-100, ну и, конечно же, при этом сам светится, а это крайне опасно. Поэтому долго стоять на одном месте нельзя, вот уже Т-44 нанес урон нашему герою. Ну, сам при этом противник жестко тупит, стоит на одном месте, сильно подставляется. Ну и, конечно, нужно дать ему плюху, удается его пробить. Ну, орудие у Ру-251 очень даже хорошее, с высоким ДПМ, отличной точностью и неплохим пробитием. Также, ездя тут по центру СТ-1, он спрятался пока за домик, снова подставляется Т-44, вылетает ему дамаг. Ну и игрок особо, в общем-то, ну не боится противников, несмотря на засвет, он реализовывает данную позицию, реализовывает момент, пока противники подставляются и набивает дамаг. Ну и, в общем, все делает совершенно правильно, я считаю. Пока есть такая возможность, пока раки подставляются, то почему бы по ним не пострелять. Вот подставился даже этот СТ-1, который вроде бы сейвился более-менее грамотно за домиком, хотя позицию изначально занимал он неправильную, но, в общем, враги, конечно, тут счудили. И также видно отсюда ИС-3, к корму ему замечательно снаряд прилетает. Ну, у Рушки пока что разбегаются глаза, по кому же стрелять, враги один за другим тут выезжают. И подставляет свои уязвимые места. Ну, конечно же, это все замечательно, но долго стоять на этом месте нельзя, так как противники начинают давить это направление. И скоро, конечно же, приедут кружки. А так как это легкий танк, ни в коем случае нельзя перестреливаться с врагами в ближнем бою. Это всегда практически приводит к печальным последствиям. Поэтому наш герой поменял место своей дислокации и занял вот такую вот позицию. Тут, в принципе, есть кустики, которые должны обеспечить дополнительную маскировку. И вполне, вероятно, данная позиция будет эффективна. Не удается попасть по АМХ 50-100. Барабанщика, конечно же, нужно выпиливать, так как он чрезвычайно опасен. Но, к счастью, союзники расправляются с АМХ 50-100, хотя игрок и сам бы с ним справился. Выезжает еще и светляк в СЗ-132. Вот его-то точно нужно гуслить тут и убивать, так как он может подсвечивать. Ну, не помешали, в общем-то, тут заборчики, кумулятивные снаряды были у игрока включены. Бронебойных уже осталось не так много. И пришлось на них переключаться в срочном порядке. Снова выезжает немножечко в СЗ-132. Ну, как немножечко, полностью он поставился тут, выехал и поставил весь свой танк. И два раза наш герой наносит ему урон, но все-таки игрока засвечивает. Позиция, кстати, вполне добротная. Приехал сюда МХ 13-90 кошмарить арту. Ну, игрок понимает, что уже нужно двигаться, нужно забирать Девяностика. Пока он тут не натворил дел, игрок дает ему плюху. Девяностик, конечно же, старался что-то тут сделать, но вышло у него это весьма небрежно. И он слился. Игрок понимает, что нужно возвращаться на исходное место для того, чтобы посвятить противников, которые тут еще остались. Не удается пробить Т-29, но вот такие вот кумулятивные снаряды в борта порой сложно пробить. Зато проще пробить в лоб. И пробитие, конечно, вполне неплохое, как для легкого танка. Но вот маску Руди точно не залетит. Удивительно, но все-таки игрок засвечивается. Хватает обзора у 34-ки, возможно, или у светляка. Может быть, это он где-то там просветил. Казалось бы, ситуация безвыходная. Против нашей ЛТшки остается 7 врагов. Но игрок не отчаивается и старается тащить бой. И внезапно вылетает тут Т-49. Вся жизнь перед глазами пронеслась, наверное, у Рудовести 51. Но, к счастью, противник со своей фугасницей промазал. Ну и наш герой понимает, что нужно его добирать, пока он не перезарядился. Уничтожает Т-49. Идет тут стрельбу Т-21. Его нужно тоже выпиливать. ВЗ-132 еще насстреливает. В общем, со всех сторон ведут стрельбу противники. По нашему герою стараются его уничтожить. Но, несмотря на такую вот печальную ситуацию, игрок все равно катается. Тут маневрирует и тащит бой. Забирает Т-21 он и улепетывает. Сейчас, конечно, нужно немножечко передохнуть. Немножечко снизить накал страстей. И ждать ошибок противников. Игрок не просто так тут катается. Он, в общем-то, придумал уже план действия. И сейчас он постарается высветить противников. Вот с этой позиции тут полно кустов, которые обеспечат дополнительную маскировку. И, возможно, удастся обнаружить врагов. К счастью, повезло, что Т-29 встает на захват. И тем самым, конечно же, выдает свое местоположение. И его проще таким образом уничтожить. Но успевает он, походу, спрятаться за домик. Но, возможно, по неопытности еще высунется. Непонятно только, куда делся светляк. ВЗ-132. И вот он все-таки появляется. Пока что наш герой вроде бы не светится. Враг шотный. Нужно его добирать. Он подставляется. И точным выстрелом удается прекратить его существование в этом бою. Ну и теперь нужно ехать к Т-29, конечно же. Потому что он берет базу. И отсюда его видно. Внезапно Т-29 подставляется. И удается его забрать. Ну тут, конечно же, везет, что противники серьезно тупят. Совершают множество ошибок. Но все равно ситуация, в которую игрок попал. Особенно, когда по нему там стреляли со всех сторон. Была очень сложная. Очень потная. И не каждый в данной ситуации сохранял борт такой вот холоднокровий. Как делал игрок. Итак, засвечивается тут арта. Получается сбить ей гуслю. И далеко она, конечно же, не уедет. Игрок ее спокойно аннигилирует. Еще осталось две арты. Конечно, светляк справляется с уничтожением арты вполне даже эффективно. Он спроектирован специально для этого. Хороший обзор у Рушки. Ну и без проблем удается обнаружить вторую арту и устранить ее. Игрок старается двигаться. Так как вот на этот раз он засветился. Возможно, у ГВ Пантеры рога там стоят. Ну, а может быть, просто хватило ей как-то обзора. ПСЛО ФВ 38-05 отстрелялся. Сейчас он пока что на длительном КД. И нужно этим пользоваться. Но у игрока остались только фугасные снаряды. Две штуки их. И нельзя, в общем-то, тут сфейлить. Игрок наносит урон. Артену совсем небольшой. Вторая плюха уже получше. Но снарядов больше нет. И тут два варианта. Или пробовать таранить арту. Но это, скорее всего, закончится слива. Может быть, и удастся ее уничтожить. Но, скорее всего, Ярушка погибнет в таком случае. Ну, и второй вариант. Это просто встать на захват. И надеяться на то, что враг будет бояться выезжать. Что он постарается там как-то сбить вслепую. В общем, совершит ряд каких-нибудь ошибок. Ну, и игрок довольно долго уже стоит на захвате. Я ускорил, чтобы немножечко форсировать события. Так как, ну, действительно, игрок просто стоит за этим строением. И арты все нету и нету. Ну, и так она и не приползла почему-то. Не знаю почему, но это победа. Медаль Колобанова. Поддержка. Основный калибр. Захватчик. Воин. Хороший бой получился. Было бы, конечно, по красоте убрать арту последним снарядом. Но, к сожалению, не получилось это сделать. 6367 урона игрок нанес. 2892 опыта он получил за этот бой. На этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, друзья. Пока.